Мы уже с вами знаем, что текст внутри элемента можно выровнять по горизонтали при помощи свойства TextAlignCenter. Но, что если мне нужно выровнять сам блок, а не его содержимое? Для этого давайте сейчас ограничим ширину блока, например, двумястами пикселями. Я пишу здесь W200 табуляция. Итак, теперь мой блок имеет ширину 200 пикселей. Я бы хотел, чтобы он располагался в центре моего экрана по горизонтали. Как вы видите, свойство TextAlign не помогает, оно действует только на содержимое. Но ведьмой div является начинкой для бадди. Давайте установим свойство TextAlign на бадди. Итак, я копирую его отсюда, вставляю вот сюда, и мы видим, что ничего не произошло. Дело в том, что свойство TextAlign действует только на строчные элементы, которые располагаются в строке. Такие как ссылки, стронг, спан, ем и так далее. А div это блочный элемент, поэтому свойство TextAlign у родителя на него никак не влияет. Но мы можем воспользоваться другим интересным приемом. Для нашего блока Content мы устанавливаем Margin. Ну и давайте сейчас напишем, например, 15 пикселей. Мы видим, что отступы установились сверху и слева. Отступы сверху нас сейчас не интересовали, поэтому мы напишем 0,15, чтобы вертикальных отступов у нас не было. А горизонтальные были 15 пикселей. Было бы здорово установить здесь одинаковые отступы справа и слева. Ну давайте их подберем. Я поставлю здесь 150 и вижу, что не совсем. Наверное, надо немного меньше. Ставлю здесь 130 и уже ближе, но еще нет. Поставим здесь значение 120 и смотрим. Да, очень похоже на правду. Но проблема-то в том, что если я сейчас расширю экран, то у меня останется отступ 120 слева. То есть мы не поставили наш блок в центре. Он просто стоит в 120 пикселях от левого края. Поэтому в CSS для установки марджинов есть значение авто, которое берет все доступное свободное место. Давайте его здесь запишем. Я пишу auto. И соответственно, теперь мои отступы слева и справа будут всегда одинаковыми, поскольку сейчас я установил горизонтальные отступы авто. Давайте это проверим. Я растягиваю экран и вижу, что мой элемент всегда расположен в центре. Я сужаю экран и происходит то же самое. Так вот, для того, чтобы установить по центру блочный элемент, ширина которого меньше, чем ширина родителя, в нашем случае ширина нашего дива меньше, чем ширина бади, мы можем использовать значение авто для горизонтальных отступов. А вот для вертикальных отступов такой прием не работает. Давайте в этом убедимся. Сейчас я для нашего бади устанавливаю высоту, например, 200 пикселей. Для того, чтобы мы увидели бади, я добавлю рамку. Я пишу bd1. Теперь здесь у меня будет, например, сплошная рамка и черного цвета. Я даже не буду устанавливать цвет, меня устраивает цвет по умолчанию. А теперь смотрите, мой элемент располагается у верхнего края. Давайте попробуем установить и вертикальные марджины в значение авто. Я вписываю вот сюда значение авто и вижу, что нет, оно не работает. Если я пропишу сюда значение 10 пикселей, то да, мой элемент отступит на 10 пикселей от верхнего края. Но, к сожалению, значение авто не работает для вертикального центрирования. О том, как можно отцентрировать блочный элемент по вертикали, мы будем говорить позже. Таким образом, для горизонтального центрирования текста используются свойства text-align, а для горизонтального центрирования блочного элемента используются значения авто для горизонтальных марджинов. Чаще всего при этом вертикальный маржин устанавливается в значение 0, поэтому чаще всего вы будете использовать именно вот такую запись.